Приветствую вас! Простить значит принять. Принять значит понять. Вам нужно понять, почему вы так поступили и, собственно, что простимулировало вас сделать такой выбор. Когда и если вы это поймете, то ситуация будет куда более лучше для вас. Что я заметил в вашем тексте? Что я заметил в вашем сообщении? В вашем сообщении я заметил то, что у вас достаточно сильно превалирует. Значит, ну вот, национальное такое сознание. Национальное сознание превалирует тогда, когда личностные качества сами по себе обесцениваются. И вот здесь, на мой взгляд, вот здесь, кроется очень важный момент. Вы по какой-то причине согласились на отношение с человеком, который за вас нигде не платил, который для вас никогда ничего не делал. Ну, если я правильно понял вас. И на мой взгляд, было бы очень здорово, если бы вы постарались понять эту причину. То есть, причину этого. Если вы говорите, что хотели прийти в дом девочка и так далее, ну, и как бы хотели, хотели, ваше право. Но почему при этом, да, при том, что вы хотели этого, вы выбрали себе такого мужчину, такого мужчину? Позволяли ему рассказывать, там, о своих ссорах, ну, о ваших ссорах маме. Кстати, а почему вы вообще ссорились с ним? Вот. Знаете? Какая история. Вот, от этих моментов нужно отталкиваться. Обратите внимание, что... Обратите внимание, что вы сказали, что вы нервные были. А каковы причины нервов? Это ведь тоже основание, да? Это ведь тоже обстоятельства. Ну, для вас. Понимаете? И обычно, обычно, еще раз повторю, для людей имеет смысл, имеет значение какие-то национальные аспекты. Только тогда, только тогда, когда, собственно, личностные качества, свои, человекам принижаются. У вас, ваши качества личные явно принижаются. Потому что вы недооцениваете свой внутренний мир, вы недооцениваете себя, вы недооцениваете свои желания. Вот. Иначе бы вас все это просто не волновало. Ну, то есть, вот, то, что важно для вашей нации. Как вы говорите. Вот. Постарайтесь этот момент для себя принять. Есть у вас и некое, некое такое инфантильное мышление в плане того, что вы не принимаете то, что случилось. То есть, как бы, как бы было неплохо то, что произошло, да, но это произошло. Это произошло. А вы продолжаете, как бы, это отрицать. Вот. Почему? Потому что продолжаете отрицать свои желания, которые за этим стоят. Это, конечно, ну, это, конечно же, первое, да, ваше желание, безусловно, вы их, вы их, вы их отрицаете, свои желания, свои потребности. Вот. Ну и, конечно, вы обесцениваете себя. Вот именно поэтому вы себя не можете простить. Кстати, обвиняете себя, обвиняете себя тоже не вы, в некоторой степени. Вот. Это делаете не вы. Это не можете быть вы. Почему? Потому что сам себя человек обвинять не может. У вас было желание, а вы сделали то, что хотели. Нет, нет здесь правильного, нет здесь неправильного, нет этого. Вы просто хотели. Знаете? Вы просто хотели. Что хотели, то и сделали. Обвиняете, обвиняют вас, обвиняют, не вы обвиняете себя, а кто-то, кто-то обвиняет. Ну, я не знаю кто, конечно. Может быть, родители, например, ваши, обвиняют вас в, ну, в вашем сознании. Они обвиняют вас, говорят, вот какая-то плохая девочка и т.д. и т.д. и т.д. Вот. Подумайте, чего хотят, чего хотят родителям для вас. Просто подумайте, чего родители хотели бы для вас, что для них важно. А подумайте о, 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 ну, о форме того, что они хотят. Вот. Подумайте о форме. Вот. Что они хотят? Хотят? То есть хотят, допустим, счастья для вас. Хорошо. Вы для себя чего хотите? Ну, наверное, тоже счастье. А какая у родителей форма того, что они для вас хотят? Какая форма? Ну, понятно, какая. Своя. Та, что им понятнее. Та, что им привычнее. Да? Вот. То есть хочешь быть счастливой, будь девственницей. Но разве это важно? А если это важно, то все остальное получается не важно. Какие тогда будут отношения между людьми? Девственную плеву, кстати, можно нарастить. Насколько я знаю, сейчас это делается. Но решит ли это ваши проблемы с самооценкой? Лишит ли это ваши проблемы с восприятием себя? Лишит ли это ваши проблемы с принятием себя и принятием своих желаний? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не решит. И потому, потому, именно в этом ключе и нужно вам работать. Это работа. Понимаете? Чтобы простить, нужно понять. Нужно понять, что происходит. А вы не понимаете. Вы хотели отдаться. И вы отдали. Это замечательно. Это замечательно. То есть вы хотели отдаться и отдали. Вот. И я думаю, что то, что вы сделали, это ваш выбор. Другое дело, что вот вы сказали, что я повелась. То есть это, как бы знаете, снятие ответственности с себя. То есть вы не повелись. А вы хотели. И давайте очень на чистоту. Я уверен, что вы знали интуитивно, знали, что ваш мужчина, ну вот, он. Ну вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли он стал бы каким-то другим. Вряд ли он бы поменялся. Вряд ли он бы начал себя и нашивести. Ну вряд ли. Ну согласитесь. Ну вы знали это, я уверен. Хотя вполне возможно, что вы были настолько наивны. Не знаю. Вот. Но наивность это еще один момент. Да? То есть когда человек распитывается в национальных традициях. Да? Когда человек распитывается в таких вот, я бы сказал, ханжеских мобилях, что он из этого наивный. Потому что его от всего оберегают. Ему идеализируют реальность вокруг него. Вот. И именно это произошло с вами. Идеализация. Просто взяли и вам идеализировали, причем чрезмерно, то, что с вами происходит. А реального мира вы не видите. А реальный мир он такой. Сейчас реальный мир такой. Все. Да и всегда так было. Что девственность никакого значения не имеет. И дело здесь не в нации, а в личности, в вас. Понимаете? Если вы личность, если вы себя принимаете, если вы готовы отстаивать свою индивидуальность, в какой бы нации вы не были, вы везде будете счастливы. Да, вам будет немножко тяжелее, может быть, чем остальные. Но зато. Зато. Другие легче будут добиваться того, что они, ну того, что они хотят. Они легче будут добиваться. Но будут менее ценить это. Вы же ценить будете гораздо больше. И вы будете куда более достойны этого. Разве это не хорошая цена. И самое главное, за что вы платите? За свои желания. За то, чтобы быть свободны. За то, чтобы делать то, что вы хотите. За то, чтобы поддаваться порыву. Появить порыв, спонтанность, это здорово. Да, ваш выбор молодого человека неудачный. Вот. Но у этого тоже есть причины. И если эти причины будут вами, вами поняты, так и как и поняты все остальное, что проблем не будет. В какой-то момент вы просто настолько разовьетесь, настолько расширите свой кругозор, что для вас будет смешно, как девственность может на что-то влиять. Понимаете? Вопрос только в том, захотите ли вы, ну, скажем так, брать на себя ответственность. Настолько. Если вы считаете, что главным это все-таки мужчина, и если вы считаете, что, ну, мужчина, мужчина это ведущий, а женщина это ведущая, то здесь совсем другой расклад. Вот. Идеальным вариантом для вас был бы психолог, который имел бы познание в традициях именно вашей нации. Ну, то есть, соперим, вот, было бы одной национальности с вами, и который воспитывался бы примерно в таких, эм, ну, в таких условиях, как вы. Это было бы идеально для вас. Если такого специалиста нет, то выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе, вот, и, соответственно, работайте с ним. Единственная разница, единственное отличие будет только в том, что, ну, может быть, немножко более длительное время займет вот это вот понимание таких вот общемировых ценностей, которые сейчас есть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Хочу вас поздравить, в некоторой степени вы стали личностью, эээ, личностью стать, ну, не то чтобы, знаете, эээ, слишком сложно, я бы сказал, что возможно для каждого стать личностью. Вот. Но гораздо сложнее, конечно, отстаивать свою индивидуальность. Вот то, что вы сейчас волей-неволей вынуждены делать. И в этом вам нужна помощь. От чувства вины. От чувства вины можно избавиться. Это делается с помощью индивидуальных бесед. Вот. Это делается с помощью определенных подходов. Вот. Поэтому в рамках, вот, вот, ответа на вопрос можно только лишь, эээ, вот, определить границы ответственности, да, на мой взгляд. Ну, то есть, так вот взять, эээ, когнитивный момент. То есть, вот, эээ, вспомните себя, да, вспомните. Вспомните, эээ, время, да, вспомните момент, эээ, когда вы, там, ну, соответственно, вот, отдавались человеку, да, вот, вспомните это время. Вы отдавались, эээ, отдавались человеку, почему? Чего вы хотели для себя? Вот, чего вы хотели? А почему вы были нервные? Знаете? Вот. Вот эти моменты, эээ, на эти моменты обратите внимание. Вы обвиняете себя за то, что вы потеряли детственность, хотя в действительности, в действительности, за это ответственность вы хоть, хоть и несете. Но совсем не в той же степени, в какой вы несете ответственность за то, что вы, за то ради чего вы это сделали, и за то, эээ, по какой причине вы находились в состоянии нервного переживания. Что мужчина вам говорил, что вот, эээ, ты, там, ну, грубо говоря, да, эээ, такая нервная, из-за отсутствия секса. Вот. Да, мужчина, там, от шести, конечно, он, эээ, может быть, и был не прав. Но момент здесь в другом, момент здесь в другом, что вы, в плане того, что вы были действительно, эээ, нервные, он был прав. И весь вопрос в том, почему он был прав. Вот это важно для вас. И вопрос в том, как хотите ли вы с этим работать. То, что вы ушли от, эээ, эээ, своего молодого человека, да, это правильно. Это верная правительство. Вот. Но, ээээ, помимо, помимо того, что это верная правительство, да, это правительство еще нужно обстоять. В первую очередь, очередь для самой себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.